Это программа «День с толком» в студии Елены Макаренко. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. В ожидании большой воды на Алтае обследуют почти 30 опасных гидросооружений. На 20% дороже, но покупают чаще и без специального повода. Как цветочные салоны готовятся к 8 марта? Все как 70 лет назад. В Барнауле встретили поезд целинников. Потенциально опасные гидротехнические сооружения в крае планируют обследовать. Всего таких объектов насчитывается 29. Их состояние решено оценить в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций в период возможного весеннего паводка, сообщает Министерство природы края. Работы по обследованию сооружений начнут 11 марта. Потенциально опасные объекты расположены в Барнауле и еще 13 территориях. Среди них Алтайский, Баевский, Зональный, Калманский, Краснощоковский и другие районы. Отток медиков в крае удалось сдержать. Однако специалистов в сфере по-прежнему недостаточно. Особенно остро ощущается дефицит сотрудников среднего звена. Как привлечь новых специалистов в больницы и поликлиники региона? Этот вопрос обсуждали сегодня на коллегии Минздрава, которая прошла в краевой клинической больнице в Барнауле. В ходе обсуждения темы своим опытом делились ведущие медики края. Одной из причин, благодаря которой удалось стабилизировать ситуацию с кадрами, считают они, стало материальное вознаграждение. Так, различные федеральные краевые выплаты подняли средний доход врачей более чем на 30%. Оказал влияние и хороший темп подготовки молодых специалистов. За пять лет численность студентов в вузах и колледжах Алтайского края выросла с 1600 до 2300 человек. К тому же улучшилась система наставничества. То есть приходит молодой специалист, за ним не просто закрепляется наставник, а под него, под его место рабочее, под него лично разрабатывается индивидуальная программа развития, которую контролирует наставник. И эта программа развития осуществляется. Она по сроку может быть очень разной, в зависимости от того, какие функции этот специалист выполняет. Ограничения по ипотеке, ОСАГО на один день, новые требования к содержанию животных в зоомагазинах. С 1 марта вступает в силу ряд новых законов. О новшествах начала весны далее. Одно из главных изменений касается ипотеки. В частности, повысились надбавки к коэффициентам риска по таким займам. Это означает, что теперь кредит на новое и вторичное жилье станет сложнее получить заемщикам с маленьким первоначальным взносом, у которых большая часть дохода уходит на погашение долгов. Введение подобной меры объясняет тем, что необходимо снижать закредитованность граждан. Послабления появились для автомобилистов. Теперь ОСАГО можно взять длительностью от одного дня до года. Ранее минимальный срок был 3 месяца. Однако есть нюанс. В силу страховка вступит лишь спустя 3 дня. Такое условие ввели, чтобы нельзя было купить полис после ДТП и оформить аварию задним числом. Другое положительное изменение. Ускорена регистрация ИП или ООО с одним учредителем. Теперь сделать это можно за один день, не обращаясь в налоговую. Это стало возможным благодаря новому сервису «Старт бизнеса онлайн». Сначала предпринимателю необходимо будет выбрать банк и дать согласие на удаленную выдачу электронной подписи для открытия счета. После направить документы для регистрации бизнеса и открытия счета через онлайн-сервис. Изменения в сфере бизнеса коснулись зоомагазинов. Теперь им необходимо соблюдать требования по содержанию животных. Например, собаки должны иметь игрушки по грызушке, кошки, когтеточки, амфибии, емкость с водой для плавания и укрытия, грызуны, приспособления для стачивания зубов. Также появились нормы по размерам вольера, температуре и влажности в помещении. Данил Кузнецов, День с толком. Число вакансий в крае уже в два раза превышает количество соискателей. Такие данные озвучили на заседании совместного общественного и экспертного советов при Уполномоченном по защите предпринимателей региона. Участники встречи обсуждали системные проблемы бизнеса общества и пути их решения. Об этом подробнее в материале Данила Кузнецова. Дефицит кадров в Алтайском крае повсеместный, можно сказать, тотальный. Сегодня эта проблема номер один для предпринимателей. Не хватает как высококвалифицированных специалистов, так и рабочих рук. Не закрыта каждая вторая вакансия, констатируют участники совместного заседания общественного и экспертного советов по защите предпринимателей края. Есть тема недостаточности просто выпуска определенных специалистов. И его быстро за год не решишь, потому что, понятно, профессионалитет программы, которая активно сейчас у нас работает, она дает возможности, в первую очередь, среднее звено, скажем так, закрыть. Но все равно, сферы этого не хватает. Есть тема развития тех же сельских регионов, о том, что молодежь не всегда задерживается и не всегда остается. Среди причин кадрового голода специалисты выделяют банальное нежелание работать за низкую зарплату и отток рабочих, тех же, к примеру, водителей, на специальную военную операцию. Помимо нехватки рук, бизнес испытывает еще немало проблем, говорят эксперты. Наиболее ощутимый из них – дороговизна электроэнергии и онлайн-касс. Лимит дохода на патенте. Вопрос, который мы хотели сегодня поднять, это вопрос банковских комиссий, которые, мягко говоря, у нас составляют порой даже львиную долю той бэк-моржи, которая у нас зарабатывается предпринимателем. Поэтому, я думаю, это не секрет, что многие банки забирают от полутора процентов сейчас. Это даже достаточно низкая ставка за транзакцию. После ухода зарубежных платежных систем Visa и MasterCard ставка должна была понизиться, говорят эксперты. Но на практике все наоборот. В результате многие предприниматели уходят в тень. Кассовые аппараты неожиданно и регулярно ломаются, доходы падают. С просьбой повлиять на эту ситуацию, Алтайский союз предпринимателей и коллеги из других регионов обратились на федеральный уровень. Ждут решения. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. Потребление сыров жителями страны за прошлый год выросло на 12%. Вдохновляющая статистика, если учесть, что Алтайский край занимает второе место по производству сыров и сырной продукции в России. Лидер этой отрасли с 2022 года – Московская область. Немалый вклад в такой результат внесло и подмосковное предприятие Олега Сироты. Сможет ли Алтай вернуть себе первое место? Известный российский сыровар оценил шансы нашего региона, посетив Барнаул. Сегодня он провел встречу со студентами Алтайского аграрного вуза и Международного колледжа сыроделия. Алтайский сыроделы – коллеги и одновременно серьезные конкуренты. Так оценил создатели сыров из нашего края известный российский сыровар и председатель профильного союза в стране Олег Сирота. Прибыв в Барнаул, сыровар основательно прошелся по магазинам. Очень достойный выбор. Кстати, по ассортименту я бы сказал, что далеко не каждый регион нашей страны, не каждый, даже очень крупный город. И в Москве такой полки далеко не везде встретишь по сыровам. Об этом и о своей истории он рассказывал студентам Алтайского аграрного вуза и Международного колледжа сыроделия. Его путь был непростым. Неоконченная высшая на зооинженерии, работа на никелевом комбинате – довольно успешная карьера программиста и мечта о своей ферме, которая привела его в сыроварню. Желание жить на земле не отбило даже отсутствие потенциала в российской деревне в начале нулевых. Висит лук, каша стоит засохшая, документы лежат, домов стоят все пустые. Лук вот ставили, вот ты как в игру сталкер попал, ходишь там, тебе страшно. Я мечтал все изменить. Сейчас о его предприятии знают во всей отрасли. Благодаря и его работе Подмосковье стало лидером страны по производству сыров. А до 2022 года это место занимал Алтайский край. Может ли Алтай отыграться, Олег Сирота сомневается. В силу масштабов Московской области и наличия в ней региональных программ по сыроварению. Однако некоторые советы специалист дал. Можно побороться именно в узких сегментах. Бороться там сыра с красной плесенью. Такая существует. И там можно расти голубая плесень, можно нарастить объемы. Вот я был в магазине. Если Алтайский край хорошо идет по полутвердым-твердым сырам, то линейка узкой сыров с плесенью, бурат, я не нашел Алтайского края. Я в ассортименте не увидел этих узких сегментов. А это половина сыров нашей страны уже. То есть классические сыры потихонечку снижают свой объем. На Алтае есть подобные узкие сегменты. Олег видел сыры с лисичками, с кедровыми орешками. Осталось лишь продвигать их, уверен эксперт. В 2023 году потребление сыров в России выросло на 12%. У отрасли есть перспективы. Олег Сирота предложил научить и даже трудоустроить студентов и в свою компанию. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. Как минимум на 20% подорожали цветы в Барнауле за последние два года. При этом жители города не экономят на букетах. Напротив, владельцы магазинов говорят, что цветы стали покупать чаще, даже без повода. За неделю до 8 марта наша съемочная группа решила выяснить, как салоны готовятся к празднику и во сколько обойдется букет. Передаю слово Ирине Корчагиной. Из Нидерландов, Эквадора и Кении в спальный район Барнаула. Еще два года назад эти маршруты были короче и экономически выгоднее. Закрытие воздушного пространства повлияло на цены. Цветы стали на 20% дороже. При этом теперь они попадают на прилавки как минимум на неделю позже. Одно дело самолетом из Голландии, другое – фурой. Если раньше цветок прилетал к нам самолетом, либо в Новосибирск из Голландии сразу, либо из Москвы сразу в Барнаул, то есть сроки поставок были короче. Естественно, цветок от момента срезки до конечного покупателя приходил быстрее. Качество, соответственно, было лучше. Получается, с момента среза и до прилавка проходит порядка трех недель. А ведь еще хочется, чтобы букет простоял дома хотя бы неделю. Для этого флористы рекомендуют наливать больше воды в вазу, обновлять срез и делать это правильно. Когда женщины подрезают ножницами, получается, что стебель, видите, сдавливается. Это при том, что у меня ножницы очень острые. Стебель сдавливается, цветок плохо пьет. Вот это самая распространенная ошибка. Нужно подрезать ножом на отлете, наискосок. Видите, очень хороший получается срез. Если ежедневно срез обновлять, она раскроется, развалится. Но вот в этом месте голову не наклонит. То есть роза умирает с поднятой головой. А в этой точке со дня на день ожидают 3000 тюльпанов к 8 марта. И, кстати, не из какой-нибудь цветочной империи, а из Алтайского края. Именно тюльпаны мы берем наши алтайские, которые выращивают у нас в теплицах, потому что они самые большие, самые ровные, красивые тюльпаны. Вот первого числа срезают тюльпан, второго мы уже его забираем. То есть, конечно, свежесть. Тюльпаны традиционно становятся лидерами продаж 8 марта. В этом году стоимость одного цветка от 140 до 200 рублей. Далее по популярности розы. Средняя цена за штуку – 260 рублей. А что касается букетов из разных цветов, порадовать небольшой композицией 8 марта получится за 600 рублей. Это минимум. Средняя цена по городу за букет – 2000 рублей. Максимальная стоимость конкретно в этом магазине – 15 тысяч рублей. Но, естественно, зачастую важнее не цена букета, а то, кто их подарил. С началом военной операции у нас еще и появились клиенты, которые заказывают прямо из точек военных. То есть, они пишут, да, и мы на доставках работаем. Иногда даже продукты покупаем. То есть, что-то просят деткам, например, сладости какие-то. Мы всегда идем навстречу и радуем жен, детей. Закрытое воздушное пространство, отказ от экзотичных цветов – они слишком дорогие. Непростая экономическая обстановка. Вопреки всему этому, барнаульцы не перестали дарить цветы. Напротив, по словам флористов, последние два года цветы стали покупать чаще. Даже без повода. Несмотря на все вот эти перепути, мужчины все равно покупают и радуют своих женщин. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. К конкурсу красоты и талантов готовятся воспитанницы барнаульского модельного агентства «Маленькая красавица Алтая-2024». Это трамплин для девочек и подростков, которые мечтают о карьере модели и хотят начать звездный путь. Некоторые участницы прошлых лет вышли даже на международный уровень. Как готовятся конкурсантки к финалу регионального этапа и что ждет победительниц – узнаем в сюжете. Для модели зеркало как кнут, так и пряник. Оно напоминает девушке о ее красоте и красоте конкуренток. В танцклассе юные леди репетируют дефиле. Сейчас мы проверяем ваше дефиле по одной. По одной красивой, вот так на одну эту стену вы идете, красивый дефиле, делаете красивый поворот. Смотрите четко вперед. А потом мы все вместе встаем в одну общую картинку и делаем общий дефиле. В этом году конкурс «Маленькая красавица Алтая» пройдет уже в 21 раз. Соберутся участницы со всего края. Кроме выхода на подиум нужно представить творческий номер. Девочки, которые участвуют в конкурсе, обязательно должны иметь творческий номер и чем-то еще заниматься. Мы оценим не только детскую красоту, но и детские таланты, харизму, их увлечение, их кругозор жизни. Я занимаюсь балетом профессиональным. Я танцую вариацию куклы из балета «Капеллия». Ленты с почетным титулом и блеск короны – не просто приятный бонус за труды, но и символ пройденной борьбы с конкурентками. С этим сталкиваются многие. Чем ярче девушка, тем больше у нее завистников. Тем важнее для нее поддержка и признание. В 2021 году я завоевала титул «Принцесса хрустальной короны Алтая» и также победила в конкурсе «Маленькая красавица Алтая». На данный момент я являюсь обладательницей титула «Маленькая мисс Россия». Стекло в туфельке – одно из особенно запоминающихся моментов всероссийского конкурса. Тем не менее, характер прошел проверку на прочность. После победы девушку приглашают участвовать в конкурсах за границей. Уже поступило несколько предложений на конкурсы в Турции, также на конкурсы в Индонезии. Но зависит, буду ли я принимать участие в них или нет, от места проведения времени и согласия родителей. Активная подготовка конкурсанток начнется на школьных каникулах. Сейчас решают вопросы с организацией. Партнеры события готовят для девочек такие мероприятия, как детский спа-день или йога в бассейне. А также фотосессии в платьях и коронах. Эти фото нужны и для онлайн-голосования. Награждают по возрастным категориям, но гран-при получит одна и представит край на всероссийском уровне. Если один раз ребенок пришел на конкурс и он не победил, а такое бывает, ничего страшного, на этом мир не рушится. У вас, значит, надо что-то сделать, доработать, поработать дефиле, проработать фотопозирование, визитки, творческие номера. Просто надо работать. Это такая же работа и обучение, как любой спорт. Для желающих начать свой путь в карьере модели юных красавиц приглашают на кастинг. Он пройдет 10 марта. По словам руководителей агентства, желательно, чтобы у девочки были какие-то увлечения, помимо модельных занятий. Но даже без них ничто не мешает прийти и попробовать. Дарья Ярошина, Дмитрий Денисов. День с толком. В Барнауле сегодня встретили поезд с целинниками. Все, как 70 лет назад в этот же день. В середине прошлого века покорители земель из разных регионов приехали с глобальной миссией – накормить страну хлебом. Как встречали молодежь, о чем они мечтали, смотрите в материале Ирины Корчагиной. На целену, на Алтай! Песня, ай, пица морозная, но чайка ясно-звездная. Так и не скажешь, что актеры на Барнаульском вокзале встречают поезд с целинниками, как 70 лет назад, весной 1954 года. Тысячи юношей и девушек приехали в Алтайский край на освоение целинных и залежных земель, чтобы пахать, сеять, основать поселки, колхозы и вообще накормить всю страну хлебом. Мои родители сюда переехали, в Костромской области, так что мы тоже 60-х годов здесь живем. Они же были трактористы, они осваивали эти земли, они очень уставали. Приходили вечно грязные в этом мазуке. Я считаю, что да, отличались они. Перед страной была поставлена важнейшая задача – расширение посевов зерновых культур. Сразу после приезда в Алтайский край молодежь отправилась на места будущей работы. По официальным данным, за два года целины в регион приехало 50 тысяч человек из 40 областей. Всего было организовано 20 новых совхозов. Посевная площадь в крае составила 7 миллионов гектаров. Целина окупила себя за три года. В послевоенные годы это было самое массовое движение добровольцев. Именно они, сплоченные общей целью, открыли новую эпоху в развитии страны и Юго-Западной Сибири, изменив таким образом ход самой истории. Порой приходилось жить прямо в поле, в вагончиках без элементарных удобств. Отдыхали урывками. При этом почти все занимались спортом, встречались с известными писателями, артистами. И, несмотря на все трудности, работали на совесть. Я считаю, что то поколение, каждое зернышко с земли старались подобрать. Каждое зернышко. Сейчас с хлебом, конечно, молодое поколение относится уже по-другому. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком. В Барнауле пройдет концерт органной, клавесинной и камерно-инструментальной музыки «Салют любви». Он посвящен женскому дню 8 марта и представит его заслуженный деятель искусства России Сергей Буткеев. Музыка, с одной стороны, часто встречающаяся, а с другой стороны, очень редкая. Например, кирхенсонаты Моцарта очень редко исполняются, а, между прочим, написаны им в возрасте от 9 до 14 лет. Затем музыка, конечно, Иоганна Себастьяна Баха, танго, астара, пьецолы, разные причем, на все случаи жизни. И в основном посвященные, конечно, женщинам. Поднимать настроение и удивлять зрителя музыкант будет в женской компании, в квартете с двумя скрипками и альтом. Проводить концерты Сергей Буткеев предпочитает в формате бесед со зрителем. Еще одна особенность в том, что исполнять органную и клавесинную музыку можно в любом помещении. Мероприятие состоится 2 марта в 17 часов в Музее Город. Сегодня в Барнауле открылась выставка «Весна в городе». На ней представили более 40 работ современной вышивки, способной оживить и преобразить городские пространства. Так как весна, время вдохновения, мы хотим как раз людей вдохновить своим проектом на творчество, чтобы они захотели тоже вышивать. В рамках выставки пройдет у нас в воскресенье 3 марта в 12 часов большая встреча вышивальщиц. Вышивальщицы принесут свои работы. Приедут мастера из Новоалтайска, Бердска, Новосибирска, из Кемерово. Также мастера будут проводить бесплатные мастер-классы по вышивке каждую субботу по предварительной записи. «Занимаюсь я уже довольно-таки давно. Меня в 7 лет научила бабушка и мама. И с тех пор вот я занимаюсь. Это уже 20 лет. На выставке представлено у меня 6 работ. По мотивам картин у меня представлены работы. Это по картинам Ван Гога и Густав Климт. И еще 2 работы. Там девушки у меня изображены». Посетить выставку и вдохновиться городскими пространствами на вышитых картинах можно до конца марта. И на этом у меня все новости. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok